Сейчас зайду в Маркс и Спенсер, куплю маленький карт. Это, наверное, презент карт. Называется, забыла, как она называется. Куда кладешь денежку, и человек с этой карточкой может прийти в магазин и что-то купить по этой карточке. Сейчас расскажу и покажу. Мне кажется, у нас в России тоже такое есть, поэтому много рассказывать не буду. Покажу просто. Вот Маркс и Спенсер, и мы заходим сюда. А, гифт-карт это называется, то есть подарок. Подарок на карту. Вот там, где все открыточки или на кассе они обычно. Открытки тут нету, этих гифт-карт. А где же они у нас? На кассе? Тоже какие-то открытки, пакеты. О, только не говорите, что в Маркс и Спенсере нету гифт-карт. Папи-иэстер. Давайте посмотрим в отделе с одеждой. Может быть тут они есть? Ага, вот они. Вот такие вот гифт-карточки. Наверное, с Лондона можно взять такую. Или такую, just for you. Какая лучше. И вот тут карточка, на нее просто надо положить деньги. Ага, тут по-другому достается. Здесь вот так. Наверное, с цветами лучше, красивее для Моники как бы. Ну, она блонда не живет, зачем ей лонду. Да? Да. Хорошо, возьмем тогда такую карточку. Ещё есть такая карточка Лоялти-карт. По этой Лоялти-карт можно получать какие-то скидки, скидки бывают, то есть можно списать баллы в Маркс и Спенсере. Ну вот так вот мы купили гифт-карт для Моники. А это открытки. Мама... Мама... Мама с дэй будет. День матери. 22 марта. Это будет воскресенье. Я всегда покупаю такую карточку для Моники. Ну, просто как бы отблагодарить за то, что она меня пустила к себе пожить. Так, я ей уже дарила тоже Маркс и Спенсер. Джон Льюис. Ну и она что-то покупает. Может тебе бутылку вина купить, может одежду, может обувь, может посуду. Всё, что она захочет, она просто на эти деньги купит. А деньгами она не берёт, поэтому я всегда ей дарю такие гифт-карточки. То есть гифт – это подарок, презент. И вот такие презенты можно дарить людям на день рождения. Если не знаешь, что купить, просто покупаешь гифт-карт и отдаёшь им в конвертике. Очень удобно и хорошо. Итак, вот я заполняю открыточку для гифт-карты. И надо написать ещё Рони. Вот так написала Моника причём написала по-русски. Вот так подправим Моника. Может не заметит. Вот так вот получилось. Хорошая такая благодарственная открыточка для Моники от Насти. Чека обязательно надо приложить на 25 фунтов. Карточку вот так оторваешь потом. Вот по этому номеру как бы оно пробьётся. Только приносить карточку тоже обязательно. Вот, ну теперь всё это запаковываем обратно. И получается вот такая вот открыточка. Её мы тоже заворачиваем в конверт и заклеиваем. И тут пишем по Моника. Такое письмецо. Всё. 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 Продолжение следует...